всем привет с вами дарина и наша постоянная рубрика здравствуйте дорогая редакция сегодня на повестке дня вопрос от наших зрителей можно ли залить в принтер epson чернила для принтера canon или хотя бы hp ну или наоборот нет такие нельзя и сейчас я объясню почему компания epson выпускает принтеры с пьезоэлектрической технологии печати а вот canon и hp с термоструйной слова термо здесь не просто так эти устройства еще называют пароварками они как чайники подогревают чернила и для них очень важно чтобы химические физические свойства чернил были на определенных показателях каждый производитель потратил колоссальные усилия и денежные средства для того чтобы разработать уникальную формулу чернил которая будет соответствовать определенному методу печати разные пигменты разные красящие вещества разный процент красителей на 100 миллилитров густота вязкость в общем показателей очень много что хорошо для пьезо струйников может грозить летальным исходом для термо струйного принтера ведь canon и hp еще нужно довести чернила до кипения и уже потом печатать а если состав не тот это как заливать в чайник воду из крана сразу же образуется накипь также на печатающей головки принтера если чернила не соответствуют требованиям по составу и имеют другую точку кипения работать это долго не будет и закончится сгоревший печатающей головкой аналогичная ситуация с принтерами epson они хоть и не нагревают чернила до высоких температур но в результате механических колебаний пьезы кристаллов создают определенное давление для формирования капли для всего этого важна определенная консистенция чернил если чернила будут слишком жидкими то капли будут формироваться не должным образом это в любом случае скажется на печати принтер будет заливать пока избыток жидкости не спалит электронику а если чернила будут слишком вязкими их будет сложно тянуть печатающую головку и принтер начнет полосить кроме того различный состав пигментов и красителей способны забить печатающую головку epson так что и промывки не помогут вывод один не ищите приключений используйте чернила только для тех моделей принтеров для которых они предназначены просчитывайте риски прежде чем принять решение это дешевле чем покупать новый принтер на этой ноте буду прощаться если ролик вам понравился то жду ваших лайков подписывайтесь на канал и до встречи в следующем видео